Следующий блок полномочий В качестве гаранта Конституции президент в том числе обеспечивает актуальную ее редакцию, что выражается в том, что, например, в случае изменения наименования субъекта, по решению субъекта измененное наименование вносится в Конституцию указом президента РФ. Напомню, что эта позиция была выражена Конституционным судом в линии по делу о толковании части 2 статьи 137 Конституции РФ. В качестве гаранта прав и свобод человека и гражданина президент обладает разными контрольными полномочиями, которые реализует непосредственно администрация президента и контролирует обеспечение и реализацию прав человека в России. Кроме того, у президента есть непосредственные полномочия, связанные с регулированием статуса человека и гражданина в РФ. Что делает президент в этой сфере? Во-первых, осуществляет помилование. Во-вторых, награждает государственными наградами РФ. В-третьих, решает вопросы гражданства, приемов гражданства и прекращения гражданства РФ. И решает вопросы предоставления политического убежища. Кроме этого, в рамках руководства внутренней и внешней политикой президент может осуществлять собственное правовое регулирование. По Конституции у президента есть возможность издавать нормативные правовые акты в форме указов и распоряжений. Конституция только обозначает формы актов президента, указ и распоряжения, но не разграничивает их по юридической силе или по нормативным свойствам. Как правило, нормативные акты президента оформляются указами, а не нормативные акты распоряжениями. Но какой-то фиксированной нормы, которая бы этого требовала, нет. Поэтому можно сказать, что складывается своего рода конституционно-правовой обычай в этой сфере. Что касается актов президента и нормативного регулирования, осуществляемого президентом, здесь хотелось бы отметить, что нормотворчество президента, как и нормотворчество любого другого органа, кроме законодательного, является делегированным. То есть президент должен издавать свои нормативные акты в случаях, предусмотренных законами, а не в любом случае, когда ему этого захочется. Однако в 90-е годы существовала ситуация, когда федеральное законодательство было еще не сформировано и многие вопросы были не урегулированы. И первый президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин своими указами считал необходимым восполнять пробелы в правовом регулировании, которые были им выявлены. Сложилась ситуация, когда существовало так называемое указное право. Президент своими указами регулировал очень большой спектр вопросов, в том числе наиболее важных вопросов для общества и государства, которые должны быть урегулированы федеральными законами. Такая ситуация сложилась и в чеченском деле, которое было рассмотрено Конституционным судом Российской Федерации. И в постановлении по чеченскому делу Конституционный суд признал за президентом право восполнять пробелы в случае их наличия, в случае отсутствия федерального закона по тому или иному предмету регулирования. Но в настоящее время, хотелось бы отметить, когда федеральное законодательство достаточно развито и практически все вопросы урегулированы федеральными законами, президент осуществляет правовое регулирование только в тех случаях, когда это предусмотрено законом и в рамках своих полномочий, не вторгаясь в компетенцию законодателя.